МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этим экскаватором производится именно вертикальная планировка. То есть где-то мы грунт не увозим. Мы иногда привозим грунт, если не хватает, но мы в основном грунт не вывозим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы хотите сделать ландшафт в минимализме, то, по сути, можно сделать красиво холмы, дорожки, и все это дело устелить газоном, и будет очень-очень красиво. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин. Я ландшафтный архитектор. И сегодня я хочу поделиться с вами секретами вертикальной планировки на участке. Вообще, зачем это нужно? Вообще, зачем нужна вертикальная планировка? Вот когда производится проект, делается проект, все говорят, вертикальная планировка – это какое-то такое, ну, незнакомое слово, какое-то вот немножечко такое чужое, да, слово. Что это? Непонятно. Вот. Но вертикальная планировка – это вот, это чертежи, в которых указано, на каком уровне, на какой высотной отметке по геодезии, да, что должно находиться. У нас есть такие очень важные элементы, очень важные элементы, как, например, фундамент будущего дома. У нас есть уклоны тех же самых канализационных труб, уклоны дренажей. Это техническая только часть всего этого. Вот. Следующее – это дорожки, разуклонки дорожек. Это ливневая канализация, это подъезды и разуклонки, чтобы вода не стояла лужами на участке. Ну и очень важно, конечно же, это уровень озера. То есть уровень чаши водоема должен быть выше на 10-15 сантиметров от уровня грунта. То есть это незаметный такой уклон, в принципе, в ландшафте этого незаметно. Но важно, чтобы вода не затекала в чашу водоема. И очень важно, чтобы лишняя вода перед чашей перехватывалась дренажными системами. Чтобы не было такого, что в этом желобке соберется вода, будет лужа, будет замокание. И потом, если будет сильный большой дождь, то вода будет даже перетекать в чашу водоема. Потому что стоят очистительные системы. И очень важно, чтобы никакая другая грязь в озеро не попадала. Для того, чтобы не было просто перенагрузки на очистительные агрегаты. Смотрите, очень важно, чтобы у нас все потом совпало. То есть у нас есть для этого инструменты. Давайте я расскажу в двух словах о таком инструменте, как геодезический нивелир. Есть очень такое старинное, простое приспособление. Это вот нивелир. Все его знают, знают, каким пользоваться. Но он стоит в буквальном смысле слова, когда делается вертикальная пролонировка. Начальник производства постоянно находится на участке и постоянно контролирует все отметки, все зоны, все высоты, отметки контролирует этим прибором. Также очень важно, чтобы при планировке мы размечали по плану расположение наших объектов. Это сделать довольно-таки просто, если прямой участок. Но если у вас меняются уровни, то ваши разметки постоянно съезжают. И опять-таки, перед началом работы, в буквальном смысле слова, а может быть и несколько раз в день, нужно контролировать разметку наших объектов. Теперь я вам хочу рассказать, самый основной инструмент у художника это кисть. Ну что, идемте, покажу вам свою кисть. Продолжение следует... вот как кистью художника у меня тоже есть кисть так как у меня полотно больше полотна большие обычно дамы мольберт огромный полотна большие вот холсты большие и моя кисть это вот так вот такой вот экскаватор вот хочу рассказать два слова то есть есть кисти разные есть есть значит колесные экскаваторы да есть на гусеничном на ходу есть на мистерлические гуси гусеницах болотоходы в общем огромное количество экскаваторов но я хочу обратить на ваше внимание на малые экскаваторы которые как раз очень хорошо подходят для ландшафтных архитекторов ландшафтных дизайнеров вот значит первое ну давайте давайте в двух словах это экскаватор кубота что характерно для такой малой техники что что важно и что качественно отличает ее от всех других смотрите она на гусеничном ходу причем это резиновые резиновые гусеницы вот когда такая грязь на участке когда у нас очень неровный рельеф когда мы действительно делаем делаем резкие спуски горы какие-то да и где очень сжатое пространство и нужно проехать между какими-то элементами ну во первых смотрите по ширине экскаватор около двух метров до сколько там пошли не экскаватор по моему метра 80 до вот ширина то есть он видел у него хорошая проходимость вот он поворот поворотный на 180 на 360 градусов может поворачиваться то есть он вокруг себя может работать вот тяжелые достаточно тяжелые вот противовесы позволяют поднимать грузы пересаживать деревья ну и самое главное конечно то для чего он предназначен это для копания то есть этим экскаватором производится именно вертикальная планировка то есть где-то мы грунт бы грунт не увозим вот мы иногда привозим грунт если не хватает но мы в основном грунт не вывозим из участка мы его планируем на участке заранее продумываем каким образом его переместить в проекте это это этот раздел называется перемещение грунтовых масс это это раздел генплана значит мы в проекте продумываем куда эту землю переместить и уже на участке согласно нашим идеям разработкам мы уже как бы на участке с помощью экскаватора его переносит бывает на больших участков есть необходимость еще использовать грузовики для того чтобы если если расстояние перевозки земли большое да эскаватору не эскаватор может возле себя работать да если нужно грунт переместить то соответственно мы используем и такую технику как грузовик этот экскаватор наш мы его любим и лелеем но бывает такое когда экскаватор заказывается в аренду что на на что надо обратить внимание надо обратить внимание на то чтобы экскаватор пришел уже с необходимым для вас навесным оборудованием в основном используются для ландшафтных работ распространенные три ковша это и стандартный ковш для копки есть траншейный ковш он уже для копания траншей да и есть планировочный ковш это такой широкий ковш без зубе для того чтобы вы уже в сглаживали площадке сглаживали пространство что дальше по организации вертикалки по организации планировочных работ по организации вертикалки то есть смотрите вот этот грунт который у нас остался после после копки чаши водоема да мы сейчас его формируем для того чтобы создать холмистый и скальный рельеф и мы вот сейчас этим эскаватором основном намечаем основные формы наших холмов и наших скал что хочу сказать что если много элементов на участке если вот участок скажем так на фарширован понятно что этот ландшафтный проект может стоить дороже чем постройка дома вот но если скажем вы хотите сделать ландшафт минимализме то в по сути можно сделать красиво холмы дорожки и все это дело устелить газонов и будет очень очень красиво то есть с помощью экскаватора с помощью ну как бы с простых методов можно быстро и красиво сделать очень очень красивый участок понятно может быть без озера без без каких-то скал без таких наворотов скажем да но но можно сделать красоту на этих холмах можно высадить растения деревья сделать фруктовый сад допустим там кулисы какие-то сделать какие-то мафы поставить скамейку и и и и такой ландшафт можно сделать быстро буквально за несколько месяцев просто полностью все 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 организовать вот с вами был костя юдин ваш ландшафтный архитектор до новых встреч пока если вам интересны такие ролики ставьте лайк спасибо